Ливень 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 Доброй ночи всем. Это программа «Ливень». Представляю вам моих гостей Алиса Хазанова, Анна Слю. Спасибо большое, что добрались, потому что, как я понимаю, сейчас непросто это сделать в связи с тем, что, в общем, событие, телесериал, безусловно, вызвал огромное количество диаметрально противоположных оценок, и вас, наверное, рвут на куски сейчас. Как или нет? Ну, видите, еще что-то осталось. Ну, скажите, пожалуйста, вы сейчас пребываете в ощущении, что эффект, который предсказывали, который ожидался, он достигнут, или у вас такого ощущения абсолютно нет, и вам не очень понятно вообще произошло, случилось или нет? Я не знаю, у меня даже такого категории нет, если честно. Я как-то работаю, работаю. Правда, меня обнимали продавщицы в магазине, я у Тани рассказала, меня продавщицы обнимали. Тут я поняла, что первый канал работает. И что есть такое чудо, да, но оно работает. А так? Так, а сколько времени продолжали съемки, когда это все происходило? С апреля прошлого года и по сентябрь, ну, около шести месяцев. В Москве? Снимали. Вау, только Москва. Скажите, долго раздумывали над предложением сыграть вашей героиней? Или, в принципе, согласились сразу, зная, где будет идти, кто будет снимать? Ну, я сразу хотела принимать участие в этом проекте. Единственное, что я хотела Алисину роль играть, то, что поначалу, так как нам выслали несколько серий первых, у Алисы было все очень прилично. Ну, у ее героини Любы. Правда, тоже, только в первых. Ну, первых, там, у меня со второй серии уже там начался. В общем, мне казалось, что у Алисы все хорошо. Поэтому я, конечно, умоляла. Она серьезно? Да, да. Мы, как и с Валерией, давно хотели поработать вместе. Поэтому она меня позвала на пробу сразу, когда я дали сценарий. Я читал многое о том, как проходили съемки. И самые разные, противоположные тоже точки зрения. В одном все сходятся. Что Германика снимает абсолютно не так, как принято снимать. Так это или нет? И в чем вот эта абсолютно не такость? Ну, не такость, наверное, еще по отношению к телевизионному формату все-таки. Потому что основное, что я читала, это отзывы о том, что на нашем телепространстве это как бы вещь совершенно непривычная. Потому что для какого-нибудь арт-хаусного кино она все-таки по-стандартнее будет, что называется. То есть все приемы, которые применяются, они просто киношные очень. А люди в телевизоре к этому, конечно, не привыкли. Ну и вообще после работы с Лерой, у меня ощущение, что только так и можно. Я просто забыла уже. На самом деле для актеров очень комфортная ситуация, потому что очень много свободы. Но свобода такая в заданных рамках. То есть тебя настраивают как инструмент музыкальный на какую-то волну. Ну, или ты сам настраиваешься, не знаю, как угодно. И дальше ты уже существуешь свободно. Ты уже как бы понимаешь законы существования. Ну да, так как Лера такой дирижер с абсолютным слухом, то ты при этом все время чувствуешь такую опору. Она очень хорошо объясняет. Что ты имеешь в виду насчет абсолютного слуха? Объясни, пожалуйста, что это значит. Ну, если какая-то возникает ситуация, при которой режиссеру слышится, что что-то не так, то это иллюзия, если у тебя до этого было ощущение, что тебя просто потеряли из виду, и ты вне контроля. Это вовсе не так, это заблуждение, потому что Лера, находясь на площадке каким-то чудесным образом, создавая полную иллюзию своего, ну, своего невключения, играя там в Angry Birds или что-то разговаривая, она удивительным образом все контролирует. И поэтому ты, ну, в какой-то момент понимаешь, что ты, ну, прям в руках сильного, все понимающего, очень внимательного человека находишься, и от этого ты понимаешь, что что бы ты ни сделал, она прям ответственна. Это приятно очень. Поэтому, ну, если вот, ну, говорить про какие-то особенности Лериной, то вот это такая особенность, это ты как будто прям, ну, рядом с каким-то, ну, надежным очень человеком. Поэтому не страшно. Просто это абсолютно диаметрально, конечно, отличается от того образа, который у нее существует в масс-медийном пространстве, потому что тогда, когда ты читаешь ее интервью, у тебя находится, у тебя создается впечатление, что это чудовищно адский, глубоко зарытый, закомплексованный, агрессивный человек, который любое интервью воспринимает исключительно как дуэль, тут же как войну. Вот, и вообще я год, идите все. Ну, да, ну, как бы по отношению к интервью, наверное, какое-то свое отношение, а по отношению к работе с актерами, это же совсем другая история. Она очень любит актеров, Лера, и она понимает, как им объяснять. А это вообще очень редкое качество у режиссера, чтобы найти точные слова для каждого актера, его почувствовать, как ему объяснить так, чтобы он понял и сделал, что надо. Вот вы можете привести несколько каких-то фраз, которые она вам объясняла по поводу ваших героиней? Вот какие ключевые фразы? Я думаю, что любой человек, который включился хотя бы на одну серию, он знает примерно, какие образы вы создавали на экране. Вот, но интересно то, каким образом она настраивала ваш, собственно, камертон. Мне кажется, она нам особо не объясняла, она хотела, чтобы мы ей объяснили, какие она героини. А что вы объясняли тогда? То есть история каждой героини, как бы она нами, ну, в соответствии со сценарием, конечно, придумана. Я, например, объясняла, что у Любы уже есть одни сережки, и ей вторые сережки не нужны. И также часы, и в принципе сумка, то есть она вот такой человек. Понимаете, есть такие женщины, которые как бы они нацелены на другое. Им не нужны вторые сережки, им это неинтересно. То есть у них есть такая четкая расчерченная грифельная доска, и заставят срестик. Туфли есть, высокие каблуки есть, браслетик купила, все, другого браслетика не купила. Из-за этой характеристикой стоит как бы сразу характер человека. Это вы сами выкопали такую особенную зель. Ну, это я выкопала сама, это я выкопала сама, да. Также как поедание зефирок и чесание носа, которое некоторых раздражает, и все какие-то любимые штуки. Так, а тогда про что она, если не про сережки, не про каблуки, не про одну пару всего? Она про то, что надо найти в жизни свою линию прямую. И вот как бы в принципе любе хочется, чтобы все было как у людей, то есть чтобы жить с человеком, с мужчиной, любить друг друга и обязательно родить ребенка. То есть это как бы программа такая, которую надо выполнить, потому что если ты ее не выполнил, если ты ее не выполнил, то все, фиаска жизни. Мы сейчас посмотрим визитную карточку вашей героини, героини, да, внимание на экранах, героини Алисы Казановой. Нет, послушайте, у нас не желтая программа, все прилично. Хожу по работе. Ну, конечно, сидят, обсуждают, кто кому что сказал, а почему он так сделал, а я на него посмотрела, а он на меня посмотрел, а он мне позвонил, а он ему позвонил. И почему-то они еще все время используют слово «любовь». Как бы вот они говорят, что вот это вот все «любовь», про «любовь». Какое отношение вообще-то имеет к любви все, в принципе. Ну, что-то все время путают любовь и отношения. Вот если есть у людей какой-то взаимообмен, ну, один там, одно может сделать, то там в ответ, там что-то другое. Вот они как-то так приживаются, живут. Ну, значит, надо постоянно терпеть. Терпеть, терпеть. Прощать. Я не знаю, может, у кого-то, конечно, есть какая-то любовь, но я вот не видела. Мне как-то про это ничего неизвестно. Что это значит, это ужасно? Это не я! Нет, это, ну, это, конечно, это, конечно, во-первых, это, конечно, не я, во-вторых, я с этим человеком жила полгода. Аня? Да? Скажи, пожалуйста, как ты описывала режиссеру, от чего ты отталкивалась? Ну, я, честно говоря, в первый день, придя на пробы, мы как-то, ну, там, что-то обсудили, и я Лере говорю, Лера, ну, мне кажется, что она такая, ну, ну, просто мы с Лерой знаем друг друга до того, как мы начали сниматься, и поэтому, ну, есть какие-то такие всякие хитрые ключевые слова, и я говорю, ну, мне кажется, она такая, ну, нездоровенькая, ну, это не значит больная, да? А как бы, ну, нездоровенькая, это, ну, вот такая, какая Аня. И мы с Лерой очень быстро поняли, что я имею в виду, ну, потому что это слово в обиходе, ну, потому что нездоровенькая, это не значит, там, плохая или какая-то, ну, а это вот такая, какая получилась Аня. И мы очень смеемся, она говорит, да-да-да, вот нездоровенькая, это, ну, туда. И поэтому... Без накрычки уже все время. Давайте посмотрим на визитную карточку героини Анны Слю. Все люди, они рано или поздно, когда они тебя видят, они уже как будто знают, что ты из себя представляешь. То есть, ну, для них что угодно может быть свидетельством, там, накрашенные ресницы, ногти или короткая юбка. И они уже сделали свой вывод и уже как будто все про тебя поняли. И я помню, что на Новый год он мне подарил сертификат, что типа того, что стань успешным человеком или помоги себе сам. И даже я ничего не могла ему сказать, чтобы там обидеться или нет. Ну, просто я точно поняла, что человек сделал вывод и точно он понимает, что я, наверное, неуспешная. И, наверное, как будто он точно знает, что мне нужно. А что, неужели вот его такая мечта иметь хорошую работу, квартиру, машину, жену, неужели она настолько уж лучше, чем моя мечта иметь еще пару колечек? Или там, ну, сама знаешь, лучше, друзья, девушек. Это визитные карточки. Какой путь вашей героине за время вот этой экранной жизни проходит? Где они начали, где они закончили и какой, собственно говоря... Сейчас про драматургию. Нет, вывод, вывод. Нет, я про частную историю. То есть я, например, последнюю серию, в отличие от многих, я просмотрел от начала до конца. То есть сюжетную точку я знаю. Но какой они путь проходят? Мне... Я в данном случае еще реагирую на то, что каждый раз, когда... То же самое у меня со школой было, когда я включаю любое произведение Гайя Германики, мне, в принципе, за 15 минут все ясно. Но это если не утруждать себя тем, что если это тебя не зацепляет так, что тебе становится интересно, что дальше. Так вот, что происходит? Какой путь проходит? Ой, у нас там столько всего происходит. В данном случае не перипетийно, не сюжетно. Ну да, я шучу, конечно. Нет, мне кажется, что вот моя героиня, она, знаете, как говорят, иногда... Ну, бойтесь своих желаний. То есть она получает то, чего она хочет. Но она получает это каким-то совершенно другим способом, тем, который она никогда не могла себе представить. И у нее в результате, в общем, хэппи-энд же по фильму. И у нее любовь, и у нее... Она ждет ребенка, у нее все хорошо. Ну, как говорится, и слава богу, что так. Но путь, который она проходит, он настолько непредсказуемый, что Люба в начале, если бы ей кто-нибудь рассказал, как будет вот с ней, она бы сказала, «Не-не-не, я вот это вот не хочу, все, пожалуйста, не надо. Не надо, я вот спокойный человек, нормальный, я так не делаю, я не могу». Тем не менее, с ней это все происходит. И когда она в последней серии сидит, там смешная сцена, когда сидит с животом Люба и говорит, «Ну вот вы мне скажите, ну это что это такое, ну как я до этого дошла? Мне бы кто-нибудь сказал, что после 30 вот такое, может быть, я бы никогда не поверила». И это ключевая для нее фраза. То есть это... И мы расстаемся с ней счастливее, чем она была в начале? Конечно. Люба в счастье, нет, с ней в этом смысле нет. Что касается Ани? Моя-то все время в счастье, поэтому мне в этом смысле нет. Веда заключается в том, что она, по-моему, обретает ощущение того, что счастье – это не просто то, что... Это просто бездна. И ему нет конца. Не-не, ну у меня там смешная история, потому что... Ну, может быть, вот сейчас Алиса говорит, может быть, это вообще такое в этой работе Лерин почерк, что каждый человек куда-то идет, и то, что с ним происходит, это, ну, такой вот странный путь, да, к какому-то этапу, к переходу на другой этап. И, конечно, ну, у меня смешно, потому что в поисках мужчин вдруг моя героиня обретает себе друга в качестве собаки Мони, которая в результате чудесным образом приводит ее к человеку, который, в общем, возможно, какой-то со спокойными глазами все понимает и прям такой «Угу», «Ты пойдешь со мной». Ну, как бы, понимаете, такой момент, когда... Есть ощущение, что после вот этого краткого курса семейной жизни, счастливой жизни... Счастливой семейной жизни. Счастливой семейной жизни, люди, просмотрев его, выходят чуть более умудренными, счастливыми или усвоившими какие-то уроки. Или, скорее, все-таки взглянув в глаза среднего человека, который, как правило, оказывается ниже среднего, они ужасаются и уходят, в общем, с адом. Знаете, мы смотрели последнюю серию заключительную в гостях у нашего друга Алексея Казакова, и он мне очень понравилось, как он сказал, потому что он сказал, «Господи, как я счастлив!» Потому что я каждый день прям вот ждал, что наверняка кто-нибудь начнет умирать или начнется какой-то ужас. Я так рад, что все так хорошо закончилось, что все живы! Мне кажется, всегда был такой момент, действительно, что вот-вот и все на грани. Но так как Лера каким-то чудесным образом в совокупности со всеми достигла какого-то юмора и хэппи-энда, такого германического хэппи-энда, потому что все-таки, мне кажется, он достаточно... Ну, там есть небольшой сарказм, ну, как я это вижу. Да, но еще... Ну, вот, но и в этом... Я уже что-то получила в комедии. В общем, мы сидели... Да, мы смеялись, и говорили, что, Лер, ну ты, конечно... Ну, следующий фильм у тебя ясна комедия, потому что... Ну, хочется-то всегда, конечно, того, чтобы это нашло какой-то отклик, и люди могли бы через неловкость посмеяться, потому что неловко смотреть на все, что с нами происходит. Я рад, что вы произнесли это слово. Да, да. Конечно, конечно. Я веду беседу с героинями краткого курса «Счастливой жизни» режиссера Валии Гай Германики Алисой Хазановой и Анной Слю. Мы сейчас после небольшой паузы вернемся снова с нашими музыкальными гостями группой «Браззавиль», а потом продолжим разговор. Не отключайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!